Добрый день дорогие друзья и гости канала! Не переживайте, мы не будем заниматься ветеринарией, речь пойдет совершенно о другом. Я продолжаю собирать для вас все самое интересное и увлекательное. Сегодня на обочине дороги встретил очень рукастого человека, можно сказать золотые руки и вот хочу по горячим следам предоставить вам это видео. Его изделия действительно походят на нетские, они такие же миниатюрные, такие же изящные, замечательные, приятные штучки. Работает он с мрамором, а также с более твердыми породами камней. Из-за этого у него действительно разный тайминг, то есть разное время изготовления статуэтки. Оно вариуется от одного дня до трех, насколько я понял из его объяснения. Изначально, честно говоря, я купился то не на его изящные изделия, окупился на то, что я не понял, что он делает, то есть его поза и как это все выглядело со стороны, меня просто это как бы остановило и я начал смотреть, а что собственно говоря происходит. Ну, в общем-то тут можно в который раз вспомнить пословицу, что человек может бесконечно смотреть на то, как течет река, как горит огонь и как работает другой человек. Поэтому все сработало по классике и вы на этом видео можете сами убедиться, как вот происходит этот техпроцесс. Согласитесь, в общем-то, я не знаю, я не могу подобрать как бы сейчас слова, вот попробуйте сами все это объяснить, как вы это видите для себя и какие слова при этом у вас и мысли возникают. Я на время перестану все это комментировать, посмотрите, вот как вот это вот, какая моторика, как вот это все удерживается ногами, точность вот этих движений. Это, кстати, еще относится к тем интересным спорам, которые ведутся на некоторых сайтах и в YouTube и в Routube, где люди спорят, могли ли древние люди сделать вот такое-то или вот такое-то по резьбе по камню. Могли они вытачивать вот так или вот так. Ну вот посмотрите, как один человек, сидя, держа ногами маленькую заготовку, может сделать, так скажем, как у нас говорят, на коленке определенное изделие. А если это будет еще более, так скажем, сленгом крутой мастер, а если у него будут еще, в общем-то, другие условия, а если у него будут какие-то другие инструменты, еще что-либо, что-либо, тогда что может сделать такой мастер? Мастер отвлекся от своей работы и действительно подтвердил мои догадки, что это священный бог Шивы Нанди. Да, я здесь в титрах обмылся о праве на ошибку. Меня всегда в храмах, ну или в каких-то других объектах поражает, когда я смотрю резьбу по камне, что там действительно нет права на ошибку, то есть мастер или тот, кто делал, или то, что это делало, скажем, считать, потому что споры ведутся в разных направлениях по авторам, кто производит данную резьбу. Действительно, нет в некоторых таких тонких-тонких, очень скользких, так скажем, местах художественных, нет права на ошибку, но тем не менее, это все повторяется из раза в раз, то есть как бы копируется, копируется, копируется. Из этого и возникают смелые гипотезы о том, что применялось литье, применялась цифровая обработка, копиры и все остальное. Ну, в общем-то, это имеет место быть. Город – remутку – peculiar. Арначала – очень刚 th nawet. Надо. Сива-linghaw – очень, 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 очень важно как там это приспорта. Всем добра, позитива, удачи, а следующее видео уже выйдет совсем-совсем скоро, и поэтому я приглашаю вас на наш канал, подписывайтесь, смотрите предыдущие публикации, читайте интересные статьи, отмечайте комментарии. Спасибо, благодарю вас, до новых встреч, пока-пока.